Привет, девчонки! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Алиса, кто еще не знал. И как меня называют все дети моих кумовей? Поделкина. Я уже думала, может мне переименовать канал в Алиса Поделкина. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях. Ну, а у меня сегодня есть чем с вами поделиться, поэтому, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Все, кто давно следят за моим каналом, знают, что я просто помешана на перестановках в собственной комнате, ну и вообще в квартире в целом. И я только с этой зимы начала интегрировать это как-то в свой канал. Это рубрика Room Project и Home Decor, то, что относится... В общем, я стала показывать, по сути, все то, чем я занимаюсь в нерабочее время. Поскольку мне кажется, что создание блокнотов это все-таки достаточно узконаправленная такая специализация. Ну и более того, те, кто приходит ко мне в гости, всегда говорят о том, что вау, вот это прикольно и это прикольно. И я подумала, почему бы этим не делиться с вами. Я для себя решила, что надо намного более ответственно подходить к вопросу перестановок. Вот так выглядит макет моей квартиры. И здесь у меня вот туалет, ванная, кухня, оказывается, она вообще крошечная. Я делала этот макет по плану своей квартиры, прям вот по планировке. Я его делала на плотере, но вы же можете сделать его с помощью миллиметровой бумаги. И я думаю, что получится ничуть не хуже. И даже без миллиметровой бумаги, просто линейкой все четко-четко отмеряю, отрезаю. Что я буду делать с ним дальше, я вам покажу на примере сегодняшней одной комнаты. Сегодня я вам предлагаю посмотреть, просто как я делала его, этот макет. И еще сделаем с вами органайзер в садике для ребенка. Мне кажется, это намного лучше, чем пакетики, которые мы носим. Это так неудобно и некрасиво. Но самое главное, что это очень неудобно. И покажу вам сегодня кусочек своего творческого рабочего процесса, как я делала себе блокнотик для заказов. Если, кстати, вам понравятся странички для заказов, то пишите мне в комментариях. И я тогда что-нибудь придумаю, в общем, как-то организую все это. Я сделаю вам ссылочку на Google Диск и скину ее где-то в описании или в комментариях. В общем, пишите, если что. Давайте же перейдем от слов к действиям. Для начала покажу вам органайзер, который спасет ваших деток от кулечков в шкафчике. Ну, хотя, по сути, применять этот органайзер можно где угодно. На белый фетр размером 40 на 50 сантиметров прикладываю маленький тремпель, ну или плечики, и делаю отметки будущего места среза. Срезаю и закрепляю углы булавками. По ширине я его делаю 20 сантиметров, вы же ориентируйтесь на свои размеры. Из второго листа я выкраиваю будущие карманы. Делаю это примерно на глаз, но иногда примеряю в сложенном виде футболочку, например, или трусики, маечку. То, что вы хотите туда помещать. Теперь приступаем к сшиванию. Нет машинки, не беда. Шов вперед иголкой, все получится без труда. Почти прям стихи получились. Ячейки уже делаю на ходу, ориентируясь опять же на сложенные какие-то вещи, которые я хочу туда размещать. Для того, чтобы ваша работа выглядела аккуратно, обязательно обрезаем все ниточки и ровняем края. Просто органайзер хорошо, а персонализированный лучше. Я воспользуюсь плоттером, слава богу, у меня такая возможность есть. И с помощью него на термотрансферной пленке вырежу рисунок, тот, который мне хочется, ну и имя, фамилию моего ребенка. Понимаю, что такая машина есть далеко не у всех, и поэтому предлагаю вам пару вариантов. Первый вариант, например, в швейных магазинах есть множество вариантов нашивок. А второй вариант, вы можете заказать такую же термотрансферную пленку, уже с вырезанным для вас шаблоном, в магазинах для творчества. Если вы находитесь в Украине, можете обращаться ко мне, я вам с удовольствием помогу. На верхний карман я добавила магниты, закрепила их на суперклей и закрыла все отрезком того же фетра. И наш органайзер готов. Ребенок и мама счастливы. Хэппи энд! Теперь покажу вам свой макет квартиры, точнее, как я его делала и зачем. Для начала я отсканировала план квартиры, затем поместила его в программу фотошопа. И сделала его чистеньким, чтобы не было никаких лишних пометок и деталей. Я надеялась на то, что у меня плотер его распознает и оттрассирует, но, к сожалению, это не получилось. Поэтому трассировать мне пришлось все вручную, точнее, создавать. Как видите, сам план квартиры, вот, что план кривой, что квартиры, видимо, строители были очень добросовестные. И поэтому они точно так же очень криво делали мне все стены. Ну, я, естественно, план сделала немножко ровнее для того, чтобы у меня макет был ровный. Если у вас нет плотера, то вы, конечно же, делайте все сразу на бумаге. Я, кстати, взяла ватман, отличный вариант в этом плане, потому что размер подходящий. В общем, берите ватман и не парьтесь. Хотите, делайте все это для начала на миллиметровой бумаге для того, чтобы соблюдать все масштабы вашей планировки. Вся прелесть такого макета в том, что вам необходимо соблюсти все относительные масштабы вашей квартиры. То есть, чтобы они были равны реальным размерам, но только в уменьшенном виде. Если бы я это делала вручную, наверное, мне бы было немножко сложнее. Хотя, в принципе, если вы будете переводить все метры просто в сантиметры, и, допустим, стена у вас 5,28, вы вырезаете 52 сантиметра и 8 миллиметров, и тогда у вас все получится. Музыка 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 Вообще, на создание всего этого материала, макета и с мебелью, и со всем остальным у меня до сих пор тратится время, и это процесс очень долгий и безумно увлекательный. Я вам честно скажу, как домик для куколок. Но если брать чистый расчет, то где-то два дня я потратила на макет, на то, чтобы его сделать в программе, вырезать и склеить. Музыка 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 У меня в коридоре стеночка, которая не нужна, и она примыкает к кладовке. Она очень маленькая, но я решила ее не делать. Далее самое интересное. Я выбрала палитру. Например, дерево я вообще просто сфотографировала на телефон свой деревянный стол и распечатала. Вот этот принц с цветами, это тоже у меня реально такая ткань есть. И подобрала ту палитру, которая мне интересна. Так, печатаю ее, естественно, цвета будут отличаться при печати и на экране. Вы должны это учитывать, то есть это все очень приблизительно. Но мне безумно такой макет помогает визуализировать то, что я хочу, потому что у меня вечная проблема, и я не знаю, как это будет выглядеть в конечном итоге. Я надеюсь, что этот макет мне поможет, и наконец-то я буду уже знать шаг за шагом, что я буду делать. Мебель я не приклеиваю, оставляю ее свободной. Она немножко кривенькая, косенькая, но в любом случае для визуализации того, что вы хотите, этого вполне достаточно. Я не хочу больше спойлерить, не буду вам показывать всю мебель, которую я сделала, потому что мы с вами будем в будущем это все делать. Теперь вопрос есть только в финансах и во времени. Я буду потихоньку вкладывать в это деньги и реализовывать это уже в реальности. Так что, если вам интересно, что получится в реальности, а не на макете, то обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного из новых видео по Room Project. Ну и немного моего обычного рабочего процесса, который я делаю практически каждый день. В этот раз я делала себе блокнот для заказов и сняла этот процесс для вас на видео. Так что, приятного просмотра. Если у вас остаются вопросы, то пишите их в комментариях, я вам с удовольствием отвечу. Ну а теперь, с вашего позволения, я немного помолчу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. Я с вами на сегодня прощаюсь. По традиции желаю вам солнечного настроения, моря вдохновения и всем пока-пока. До скорых встреч!